Высшие меры наказания для нью-йоркского террориста потребовал президент США. Должен получить смертный приговор, написал Трамп в своем твиттере, причем написал за главными буквами, то есть прокричал фактически. Уроженцу Узбекистана, сбившему насмерть 8 человек в Манхэттене, уже предъявили обвинение в терроризме. Сейфулло Саипов успел рассказать, что специально выбрал для своей атаки 31 октября, когда в Америке отмечают Хэллоуин и на улицах особенно многолюдно. По всей видимости, преступник рассчитал и время, а теракт был совершен в тот момент, когда закончились уроки и из школ начали выходить дети. Подробнее о расследовании и о первом заседании суда с участием террориста расскажет наша коллега Екатерина Катрикадзе. 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов начал давать показания в суде. На вопрос о том, признает ли обвиняемый себя виновным в терроризме, он ничего не ответил. Вместе с тем, он отклонил право не свидетельствовать против себя и вполне себе подробно говорил о своей вере в идеи джихада. Саипова привезли в суд в инвалидной коляске и в наручниках. Он рассказал, что планировал теракт в течение целого года. Изначально Сейфулло Саипов хотел доехать на арендованном пикапе до знаменитого Бруклинского моста. Там всегда много пешеходов и велосипедистов. Правда, пока непонятно, как он собирался на машине попасть на пешеходную дорожку. Там выстроены бетонные заграждения. Так или иначе, террориста, я напомню, он проехал только 4 минуты после того, как сбил первого человека, в результате столкнулся со школьным автобусом. Саипов рассказывает, что хотел повесить на автомобиль флаг ИГИЛ, однако передумал, чтобы не привлекать внимание. И мы уже говорили накануне, что выходец из Узбекистана вдохновился идеями джихада уже после переезда в США, то есть за последние 7 лет. И вот у него в телефоне следователи обнаружили те самые видео и фото, которые привели Саипова на скамью подсудимых. На одном из роликов обращение лидера исламского государства Абу Бакра Аль-Багдади, который призывает правоверных отомстить за смерть мусульман в Ираке. Среди перечисленных в деле улик имеется записка, обнаруженная на месте преступления. В ней есть некоторые фразы, которые имеют непосредственное отношение к лозунгам ИГИЛ. В обнаруженном у подозреваемого телефоне были найдены тысячи относящихся к ИГИЛ фотографий и примерно 90 видеофайлов, в которых боевики группировки убивают заложников, давят их танками, перерезают им горло и стреляют в голову. Но эксперты обращают внимание, что террористическая организация ИГИЛ не взяла на себя ответственность за происшедшее в Нижнем Манхэттене. И это вовсе не значит, что исламское государство не причастно к трагедии. А по всей вероятности дело в том, что группировка никогда не берет на себя ответственность за теракты, когда исполнители остаются живы. Второй фигурант этого дела, 32-летний Мухаммад Заир Кадиров, тоже выходец из Узбекистана, вчера был объявлен в розыск по подозрению в причастности к теракту, а уже сегодня его допрашивает полиция. Будут ли этому человеку предъявлены обвинения? И вообще, в связи с чем возникли подозрения в отношении Кадирова, кто он и чем занимается в США, пока не сообщается. Интересно, что источники телеканала CBS в разведке утверждают, что Сайфулло Саипов попал в поле зрения Министерства внутренней безопасности США еще в 2015 году. Тогда подозревали, что он связан с экстремистами. Как минимум, один из этих экстремистов выходец из Узбекистана. Саипова даже допрашивали тогда, но оснований для задержания не нашли. Ну а главным ньюсмейкером сегодняшнего дня, впрочем, как и многих предыдущих, стал, конечно, Дональд Трамп. Сразу после теракта он требовал перевести Саипова в тюрьму Гуантанамо. Но вот сегодня президент требует крови. Нью-Йоркский террорист был счастлив, когда попросил повесить флаг ИГИЛ в своей больничной палате. Он убил 8 человек, тяжело ранил 12. Должен быть приговорен к смертной казни. В штате Нью-Йорк высшая мера запрещена. И вот президент говорит, дело слушается в федеральном суде, так что смертная казнь более чем возможна. Прямой призыв главы государства к наиболее радикальному вердикту из всех возможных многие здесь США критикуют. Заявление Трампа может оказать давление на суд, говорят юристы. Так же, как и в случае с бывшим военнослужащим армии США. Боуи Бергдал, я бы напомню, признал себя виновным дезертирством. И тогда Дональд Трамп назвал его предателем и призвал к казни. И всё это до суда. Именно так, говорят критики, выглядит попытка повлиять на правосудие. Впрочем, в случае с Саиповым высшая мера наиболее вероятна и без вмешательства президента Трампа. Екатерина Катрикадзе, Семён Лобачёв, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.